Это программа День с Толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Просили починить крышу, а в итоге дом решили снести. История о борьбе жильцов в барнаульской трехэтажке. Нарисовала дорожную разметку, когда была жаль лишней краски. Бейская пенсионерка в одиночку повышает безопасность дорожного движения. 82 гимнастки и 5 дней мастер-класса в Барнауле завершился международный проект искусства в спорте. Барнаул Капстрой не банкрот. Арбитражный суд Края принял от компании полный отчет о погашении задолженности перед кредитором. Добавим, что раньше предотвратить банкротство компании требовал губернатор Края, так как Барнаул Капстрой возводил жилой комплекс Парковый, строительство которого из-за разбирательства встало несколько месяцев назад. Не так давно фирма продала склад, чтобы найти деньги на завершение работы и предложила дольщикам отказаться от подземной парковки. Кроме того, в мэрии обдумывают покупку фирмы Котельной, что также улучшит финансовое положение предприятия. К слову, компания принадлежит администрации Барнаула. А следующая история заинтересовала федеральные СМИ. Речь идет о барнаульской трехэтажке в центре города, которую признали аварийной и подлежащей сносу. Но жильцы, что удивительно, не согласны с таким решением. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Дом на профинтерна 38. Визуально поделен на две части. Первая 62-го года постройки обшита сайдингом. Выглядит довольно прилично. Вторая 37-го года представлена во всей красе. Общая боль двух половин протечка крыши. Вот видите, я тут сама подклеила, потому что боюсь даже это ремонт делать. Это все вот у меня обижало весь угол. Жильцы этого дома пожаловались в свою управляющую компанию на протекающую крышу. УК приехала и внезапно для всех заказала экспертизу всего дома. Специальная комиссия признала дом аварийным и подлежащим к сносу. Мы больше 30 лет здесь прожили. Почему я должна уходить из этого дома? Под старость лет я должна куда-то идти. Заинтересовалась проблема и прокуратура Октябрьского района. Встала на сторону жильцов, а у КАСМАРТ вынесли представление. Но заключение об аварийности дома никто не отменил. Здесь все удобства. У меня рядом поликлиника, у меня рядом рынок. И вы знаете, и этот район, безусловно, очень нас устраивает. Мы отсюда уходить не собираемся. В тех заключениях износ 62% для каменного дома должен быть свыше 70%. С несущими конструкциями не обследованных. То есть основные несущие конструкции, как бы согласно действующих норм и законодательств, которые должны соблюдаться, это основной фундамент, отмазка, это стены, это колонны дома, столбы внутри дома, которые стоят, на которых есть перекрытие. Жильцы намерены обращаться в суд и требуют повторную экспертизу, чтобы признать дом не аварийным. На это понадобится несколько десятков тысяч рублей. Люди к этому готовы, а вот к предложению властей нет. Собственникам будет предоставлено возмещение денежное, то есть будет оценена квартира, сколько их стоит, и будет выплачено. А кто проживает на условиях соцнайма, им будет предоставлено жилое помещение, равнозначное, равноценное. То есть, если они занимают двухкомнатную квартиру, им будет и предоставлена двухкомнатная квартира вне аварийного дома. Они могут арендовать до момента их расселения, либо воспользоваться маневренным фондом, тоже до момента силы. Кстати, многострадальная трехэтажка расположена в центре города. Кругом много зеленых зон. Место перспективное для застройки. Отдать перспективе землю застройщику через рынок. Все. И здесь можно построить такой же жилищный конкурс, как тот столичный. Жильцы дома уверены, что уже через пару лет на месте их нормальной трехэтажки появится такой же элитный небоскреб. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Городостроительный совет Барнаула вновь отправил проект нового здания ЦУМа на доработку. Теперь главное пожелание экспертов – снизить этажность будущего объекта. Пока по проекту новый ЦУМ будет достаточно высоким – 18 этажей. Впервые образ объекта показали градостроительному совету в апреле. Тогда его представители сочли проект сырым и отклонили. Во время последней встречи эксперты рекомендовали уменьшить здание на 6 этажей и расширить парковку около ЦУМа. Собственники согласились увеличить число парковочных мест. Однако менять этажность отказались. Объясняли, что это экономически невыгодно, а будущая гостиница должна приносить прибыль. По словам архитекторов, такая высотка разрушит ансамбль площади. Проект отправлен на очередную доработку. Школьницу, которая надругалась над 11-летней девочкой в Барнауле, по решению суда выпустили СИЗО. Страна защиты настаивала на слишком юном возрасте арестантки. Напомним, вместе с подругами она совершила действия сексуального характера в отношении младшей школьницы. Ее избили, что еще более ужасно отправили кадры издевательства матери пострадавшей. Инцидент произошел 23 мая. Из всей компании только одной девочке исполнилось 14 лет, поэтому только ее и отправили на два месяца в СИЗО. Однако теперь девушка будет находиться под домашним арестом. И еще одна травма на аттракционе. И еще одно уголовное дело. В Барнауле 6-летний мальчик сломал позвоночник на батуте. Инцидент произошел накануне в парке отдыха Эдельвейс. Известно, что на мальчика, по всей видимости, случайно прыгнул ребенок постарше. Следственный комитет края уже возбудил уголовное дело на индивидуального предпринимателя, который отвечает за батут. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Добавим, что это уже третье ЧП на аттракционах за несколько недель. Самая громкая история произошла 30 мая в Барнауле, когда батут с детьми перевернулся. Две девочки получили серьезные травмы. Также 2 июня в Новоалтайске девочка, катаясь на карусели, ударилась ногами о крышу операторской будки. И переходим к другой теме. Жители одного из барнаульских домов пожаловали, что в их доме уже пятый год большие проблемы с горячей водой. Невероятно, что столько лет у людей вообще хватает терпения, а у кого-то совести. Почему управляющая компания ничем не может помочь жильцам? В этой проблеме мы пытались разобраться. Ежедневный ритуал смывания денег в трубу. По-другому горячую воду в доме на Калинино-3 призвать не получится. Это болезнь всего подъезда. Горячая то появляется, то уходит. Так и приходится сливать, накручивая бешеные цифры по счетчикам. «Получается, что я живу как в аквариуме, как рыба. Плещусь или в этой ванне лежу и жду, когда же закапает вода. Она идет просто холодная. Зубы почистить можно. И не более того. Она даже, наверное, что-то и другое вообще-то, да, применить-то воду на что-то. На сегодняшний день одна. Трачу со сливом 5 кубометров воды. Но это же вообще бред. Почему исчезла вода управляющей компанией 5-й год? За это время можно разобраться хоть в чем, наверное. Почему она исчезла? Никто не может дать на этот вопрос ответ. Жители постоянно проводят замеры горячей воды. В среднем ее температура 27-35 градусов. Наша горячая вода идет из соседнего дома, Калинина-5. 80 градусов или около того была температура в бойлерной 5-го дома. Тогда, как на термометре в нашем подвале, на входе в наш дом, она была 57. Вот можете себе представить, какое грандиозное количество тепла теряется на нескольких вот этих метрах. Видимо, проблема может быть зарыта в земле. Или в новой управляющей компании, так считают жители. УК «Простор» пришла в дом 4 года назад. Мы связались с ее представителями. В «Просторе» нам сказали, четвертый подъезд – тупиковая ветка. Здесь плохой водоразбор. Причем, как считают в управляющей компании, эта ошибка допущена еще при строительстве дома. Однако жильцы утверждают, что раньше проблем никаких не было. Я вот живу 61 год в этой квартире. Вот до 4 года назад вот включаешь сразу горячая вода. Единственным выходом, как говорят в управляющей компании, остается монтаж циркуляционной трубы. Естественно, на деньги жильцов. Скорее всего, речь идет не об одном миллионе рублей. Таких денег у жителей 15 квартир одного подъезда, конечно, нет. Поэтому еще один вариант решения проблемы, все так же предлагаемый коммунальщиками – просто отказаться от горячей воды и купить водонагреватель. Горячая вода, она дорогая сама по себе. И подогрев – это получается двойная цена. Так что практически первобытные условия в доме в центре города пока остаются. И это, похоже, волнует только жильцов. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Королева перекрестков. Теперь и так можно называть бийскую пенсионерку, которая за эти дни стала известна в социальных сетях. Всероссийская слава и уважение пришли после того, как женщина сама нанесла дорожную разметку. Ведро белой краски и самодельная кисть. Уже второй день бийская пенсионерка пытается обелить пешеходные дорожки на перекрестке Ломоносова-Пугачева. Идея раскрасить зебру Надежде Константиновне пришла спонтанно. После ремонта осталось немного белой водоэмульсионки. Выбрасывать было жалко, вот и решила сделать доброе дело. Три в одном стакане. И доброе дело, и краска, чтобы не пропала. И на свежем воздухе. Надежда Константиновна после публикации видео, где она в ярко-оранжевой майке разукрашивает стертую дорожную разметку в районе Треста, стала самой обсуждаемой персоной Наукограда минувших выходных. Обееченки узнали далеко за пределами региона. Пусть рисует, поможет хоть этим дорожникам. Они не успевают, наверное, ничего сделать. Вчера вот гуляли по Ленинградской, там что-то еще машины рисовали, а здесь тяжелая ситуация, здесь не рисуют. Хотя машины летают, потому что дороги новые, хорошие машины летают. В социальных сетях многие писали, что женщину могут привлечь к административной ответственности. Сама она считает, что ничего криминального не совершала. Пенсионерка не рисовала новую зебру, а лишь поверх существующей нанесла слой краски. Смотрю, пожилой человек, бабушка, красит дорогу. И знаете, чувство гордости за наших русских бабушек. Хоть кто-то, хоть кто-то умудряется выделить время покрасить наши дороги. Женщина, работая на перекрестке, соблюдает все меры безопасности. Если видеть автомобиль, то сразу отходит в сторону. Надежда Константиновна готова обновить и соседние зебры. Если бы дали мне кисточку нормальную и эмульсионную краску, забы, много перекрестков покрасила. Но этого делать не придется. Как сегодня нам рассказали в администрации БИСКО, в городе сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки. И в ближайшее время на перекрестке Ломоносова-Пугачева появятся сотрудники специализированной организации. Евгений Плохотин, Евгений Андреев. День с толком. Кстати, теперь после публикации в СМИ БИСКО проверяет, как органы местного самоуправления соблюдали законы о безопасности дорожного движения. По сообщению ведомства, нанесение горизонтальной разметки – одно из основных мероприятий в этом плане. По итогам, возможно, будут приняты меры прокурорского реагирования. В Барнауле завершился международный проект «Искусство в спорте», автор которого – российская гимнастка Любовь Барыкина. Пять дней с ней занимались 82 юные чемпионки края и учились не только гимнастике. Девочки изучали танцы, живопись, вокал. На отчетном гала-концерте побывала и наша съемочная группа. Глаза юных гимнасток горят. Чему научились на мастер-классах, сегодня показывают и самим педагогам, и родителям. Эти зрители – заведомо любящие и поддерживающие. Поработали над эмоциональностью, над своей, то есть улучшили актерское мастерство, это в первую очередь. Также улучшили танцевальную подготовку, стали лучше работать как раз с эмоциями, с телом, с подачей. Спортсменам необходимо всесторонне развиваться, уверена российская гимнастка Любовь Барыкина, автор проекта «Искусство в спорте», который реализовали в 11 странах и городах мира. Именно поэтому, наряду с циркачами и хореографами, она пригласила в проект художников. Именно здесь у нас получилось задействовать лучших художников Алтайского края, поскольку я являюсь академиком Российской академии художеств. Сам президент Российского союза художников связался с Алтайским союзом, с Алтайским отделением и сделал это возможным, чтобы лучшие преподаватели пришли к нам и вот в этом зале 82 человека сидели, рисовали, получали знания от этих художников. Я рисовала квадрат Ильичевый. И как? Успешно. А ты? Ну, я рисовала грибы. Вот, такую полянку с грибочками. Тоже было очень интересно и познавательно. Получилась целая экспозиция из творческих работ гимнасток. Ну, а на ковре разнообразие других работ – хореографических. Может быть, у некоторых и был какой-то определенный, ну, как бы ступор чуть-чуть. Но потом все прошло прекрасно. День-два маленькие и средние группы адаптировались к ней, к ее требованиям. И я думаю, что она должна остаться довольна. Знаю, что старшими нашими спортсменками, в принципе, она довольна. Финальным аккордом гала-концерта стала композиция искусства. Вдохновение Любовь Черпала из работ Пикассо. Ленты были красками, которыми рисовали гимнастки. Кстати, Любовь Барыкина на Алтае побывала впервые, но уже готова к дальнейшему сотрудничеству с нашими педагогами и спортсменками. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. На Алтае стартовал 14-й фестиваль Роберта Рождественского. В Барнауле и в Новоалтайске сегодня говорили о задачах писателя и презентовали книгу поэта Андрея Коровина. Завтра всех желающих приглашают в Шишковку на открытое заседание Союза писателей России. Для жителей Косихи, родины Рождественского, завтра выступит лауреат литературной премии его имени Андрей Расторгуев. Торжественное открытие чтений состоится 18 июня в Гмелике. На следующий день фестиваль переедет в Косихинский район. Там гостей ждут дегустация народных блюд, спортивные состязания, показ ремесел и концерт. Завершить красиво не вышло. «Динамо Барнаул» накануне провел заключительную игру сезона. В последнем матче «Белоголубые» уступили победу новотроицкой «Ности». Об игре расскажет Дмитрий Дроздов. Этот сезон для подопечных Александра Суровцева был максимально сложным. Во-первых, он был дебютным. Во-вторых, это пандемия. Она все-таки вмешивалась в ход чемпионата по-своему. Но здесь важно отметить, что все играли в равных условиях почти. Ну и третий – это ставочный скандал внутри команды. По итогу разбирательства несколько игроков основного состава были дисквалифицированы. Получилось ли? Я думаю, да. Во-первых, потому что в дебютном сезоне для барнаульской команды седьмого места в новой лиге вполне неплохо. Ну и завершить сезон на мажорной ноте, обыграть «Носту» парадористских болельщиков. Я думаю, сегодня футболисты заряжены только на победу. Но все пошло не по плану. Спустя 18 минут нападающий «Носты» забил один из самых красивых голов в своей карьере. Прошел и удар. Поворот! Какой гол! Ё-ё-ё-ё-ё! С левой! И тогда барнаульцы разозлились. Все сравнял вечно молодой и неустающий динамовец Владимир Завьялов. Завьялово удар! Ну! 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 Наконец-то! А дальше барнаульцы, как говорится, наступили на свои же грабли. Бывший игрок молодежного «Динамо» Данил Винтер забивает гол бывшему клубу. Атака нос-то. Очень опасно сейчас. Левый фланг свободный. Внимание! 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 Это Данил Винтер! 1-2! Ой-ой-ой! Вот это опасный жест сейчас в сторону болельщиков. В «Динамо». На последних секундах матча и наш голкипер Богдан Корюкин пришел в штрафную соперника. Но игру было не спасти. 2-1 победа Носты. Многие ждут, что я буду, наверное, что-то оправдываться перед кем-то или что-то говорить, что что-то у нас не так. Команда с умомальником бюджетом. То есть играют все свои, допустим, воспитанники. Заняла место в 6-1, поэтому, как бы, еще раз говорю, что я, как бы, вины не чувствую ни команды особо, ни своей. Игра была боюду острая. Где-то мы собственными песнями наступили на горло. Потому что на таком покрытии показывать тот футбол, который мы пропагандируем, ну, очень сложно. Вот. И поэтому я вам желаю именно городу приобрести, наверное, покрытие искусственное. По итогу сезона футболисты «Динамо» на седьмом месте из пятнадцати. Новоиспеченный чемпион нашей лиги «КамАЗ» из набережных Челнов, который мы, кстати, победили осенью, нам остается ждать следующего сезона и верить, что «Динамо» тоже когда-нибудь пойдет на повышение. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.